Технологии помогают нам в нашей жизни, но бывает, что они выходят из-под контроля и случается самое страшное. О 10 таких техногенных катастрофах сейчас расскажу. По факту. Болезнь Миномата, Япония, 1932 год. Корпорация Чисо выпускала в воду Японского залива Миномата токсичное соединение ртути более 30 лет. Острое ртутное отравление вызвало болезни, безумие и смерть. Великий смог Лондона, Англия, 1952 год. Зима была холодной и лондонцы, сжигая уголь в печах, выбрасывали в воздух огромное количество двуокиси серы, окись азота и сажу, которые почти на 4 дня превратили день в ночь. Кастел Браво, Маршалова острова, 1954 год. США испытали самую мощную термоядерную бомбу из всех созданных ими, 15 мегатонн, и получили мощность больше ожидаемой. Радиоактивные осадки загрязнили населенные острова, вызвав много смертей и значительный отсроченный эффект. Большое количество врожденных дефектов. Хопальская катастрофа. Индия, 1984 год. На химическом заводе Union Carbid в индийском городе Пхопал резервуар с 40 тоннами ядовитых химикатов перегрелся, что привело к аварийному сбросу пара. Смертоносный аэрозоль окутал трущобы и железнодорожный вокзал, в результате чего одни умерли мгновенно, а другие спустя много лет. Чернобыль, СССР, 1986 год. В результате теплового взрыва ядерного реактора 50 человек погибли на месте, около 4000 умерли от рака. Оказалась заражена и непригодна для проживания большая территория, 30-километровая зона отчуждения вокруг Чернобыля. Погибло больше 300 тысяч животных и птиц. Выброс нефти из танкера Exxonvalde, США, 1989 год. В результате кораблекрушения в воду Аляски попало больше 11 миллионов галлонов сырой нефти, загрязнив 2100 километров береговой линии и погубив больше 150 тысяч животных. Пожар в Эль-Мишраке, Ирак, 2003 год. Пожар на заводе по производству серы, предполагает, что это был поджог, бушевал в течение месяца, выбросив в атмосферу 1 миллиард тонн окиси серы. Эта сера вызвала отравление у тысяч людей и опустошила окружающую местность. Взрыв на нефтехимическом заводе, Китай, город Цзелинь, 2005 год. Когда на нефтехимическом заводе в китайском городе Цзелинь прозвучало несколько взрывов, в самих взрывах погибли немногие. Однако воды реки были отравлены и течением ядовитые вещества были разнесены на большую территорию. Пострадали десятки тысяч человек. Нефтяная платформа Deepwater Horizon, Мексиканский залив, 2010 год. Экологическая катастрофа. Когда взорвалась нефтяная платформа Deepwater Horizon, нефть вытекала в Мексиканский залив на протяжении трех месяцев. Нефтяное пятно захватило 225 тысяч квадратных километров. Долгосрочные последствия этой экологической катастрофы настолько огромны, что на их оценку уйдут десятилетия. Великое Тихоокеанское мусорное пятно. Тихий океан. И это продолжающаяся экологическая катастрофа. По некоторым оценкам, мусорный остров в Тихом океане по площади больше североамериканского континента. Один из пяти океанических круговоротов затягивает мусор в ловушку. И экологические масштабы этого бедствия еще предстоит оценить. Я буду рад, если мы будем заботиться о природе. И вы подпишитесь на наш канал, а также посмотрите 10 самых знаменитых начал всего. И 10 людей, поменявших пол. Субтитры создавал DimaTorzok